Сегодня я хотел бы поговорить с вами об одной, опять-таки, казалось бы, не сложной для понимания, но сложной для жизни истины. Мы много говорили с вами на последних собраниях о взаимоотношениях, и я на прошлом собрании говорил о взаимоотношениях, и до этого были проповеди о взаимоотношениях. И сейчас мы поговорим об одной важной вещи, без которой правильные взаимоотношения невозможно построить. То есть, если мы это не усвоим, у нас всегда будут во взаимоотношениях проблемы. И давайте откроем Евангелие от Луки, 14 главу, и прочитаем знаменитые слова нашего Господа Иисуса Христа в 12 стихе. И вот смотрите, Иисус сказал же и позвавшему Его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении праведных. Вы знаете, я хотел бы прежде всего сказать, что на Востоке, не только на Востоке, но на Востоке особенно, существует такой словесный прием, известный, думаю, многим из русского языка, преувеличение. То есть, когда, чтобы подчеркнуть важность слов, ты просто берешь это и гипер-гипер как-то раздуваешь, то есть, доводишь, грубо говоря, до крайности, чтобы показать, насколько же это важная истина. И Иисус очень часто в своих учениях именно это и использовал. То есть, Он подчеркивал истину тем, что, ну, вот ее как бы преувеличивал, что ли, да? Например, когда Иисус говорил, если глаз твой соблазняет тебя, возьми, вырви его, выбрось, да, ибо лучше тебе с одним глазом войти в Божье царство, чем с двумя в гиену пойти, да? Рука соблазняет тебя, отсеки ее, и второй оставшийся, если она еще осталась, выбрось от себя, потому что лучше без руки в Царство Божье войти, чем с двумя руками погибнуть в гиене. Конечно же, если воспринимать эти слова буквально, церковь было бы собрание людей без глаз, без ног, без рук, да? Самые духовные просто ездили бы вообще без всего, да? На каких-нибудь инвалидных креслах, управляемые силой мысли. Вот. То есть мы понимаем, что, конечно же, Иисус имел в виду нечленовредительство. Нечленовредительство. Иисус говорил о том, как важно следить за тем, что ты делаешь своими руками, куда ты смотришь, куда ты ходишь. Правда же? Точно так же, и когда мы говорим про этот случай. Это не значит, что теперь к тебе звонят родственники или друзья. Можно мы придем? Ты говоришь, вы что, Библию-то не читали, что ли? Я не могу звать соседей, родственников, друзей. Вы чего? Я вас позову, а вы, не дай бог, меня позовете? Что же такое у нас получится с вами? Будем друг друга угощать, чаевничать? Нет, нет, извините. Теперь я стал христианином, родственником, вход запрещен в мой дом, друзьям тем более, соседей богатых не пускаю никого. Хожу только по вокзалам, по автовокзалам, выискиваю нищих, увечных, хромых, чтобы наконец-то пригласить их к себе в гости. Конечно же, не об этом говорил Иисус. Он специально привел пример преувеличения, чтобы подчеркнуть, как важно в нашей жизни делать добро, не ожидая адекватного воздаяния на наше добро. Почему? Да потому что это, наверное, является одним из главных источников разочарования. Мне однажды Господь показал мне вот такую вещь. Он говорит, вот смотри, ты что-то делаешь для других? Я говорю, да. Ты что-то стараешься? Я говорю, да. А потом что? И тут я вдруг понял, а потом я ожидаю от них воздаяния. Даже не обязательно материального. В виде благодарности, в виде слов каких-то. Я ожидаю, ожидаю. Конечно же, драгоценные, опять-таки, важно быть благодарным человеком. Но это не отменяет того, что не надо ждать благодарности от других людей. Потому что, вы понимаете, мы всегда склонны свои дела, как правило, добрые дела преувеличивать. Мы, как правило, в себе видим хорошее, доброе. И даже за нашими, может быть, не очень благовидными поступками нам удается разглядеть добрые мотивы. Но в отношении других все работает наоборот. Мы склонны преуменьшать. Мы склонны как-то уничижать. И за их какими-то даже добрыми поступками мы порой можем разглядеть какие-то гадкие, гнусные, эгоистичные мотивы. И что происходит? Происходит такая картина, что ты начинаешь думать. Вот я делаю для всех добро, я такой благословляющий человек, кого-то добрым словом подвержу, кого-то там финансами благословлю, кому-то еще что-то хорошее сделаю. А когда мне надо что-то, я начинаю там звонить, кто-то занят, кто-то не может, кто-то уехал. И как будто все забыли о том, какой добрый человек, им столько много хорошего сделал, доброго сделал, а они мне что в ответ? И наступает разочарование, когда люди разочарованы. Они даже в церкви становятся разочарованными. Говорят, я тут столько благословил, когда надо, пожалуйста, приходи ко мне в гости, чай налью, пироженку дам. А как вот я, так вот. У нас с супругой было такое, мы думали, мы постоянно, у нас постоянно какие-то гости. Мы приглашаем людей, к нам люди приходят, приходят, приходят. Все время, надо бывает на неделе несколько гостей. И жена там что-то делает вкусное там, что-то там жарит, парит. И мы принимаем людей, общаемся. А нас никто в гости вообще практически не приглашает. Вот спроси ближнего, ты когда-нибудь пастора с женой пригласил к себе в гости? И поймешь, что не приглашают, понимаете? И знаешь, и вдруг, когда это откровение пришло в мою голову, я так огорчился. Я думал, вот так вот, прям когда к нам пасторам, а некоторые даже, знаешь, они так в гости приглашают. Пастор говорит, так давно не виделись, можно к себе прийти? Вот так вот они меня приглашают в гости, понимаешь? Можно к себе прийти, да? Я такой думал, у меня на прошлой неделе там трое гостей по вечерам было. У нас уже свободного вечера нет все время, кто-то приходит все время, да? А мы никому никогда не приходим, нас вообще никто никогда не зовет. Ну как же пастора в гости пригласить? Иисуса проще, чем тебя. Вот, и поэтому вот такая картина. И вот знаете, и так бывает, вот так вот сидишь, вот так вот думаешь, вот кому я говорю это все? Вот кого я учу годами? 20 уже скоро 6 лет, как я вот учу людей добру, любви и гостеприимству. Ну, скажу честно, люди меня сильно огорчают, вот, и разочаровывают меня. И иногда бывает так вот тяжело, и ты думаешь, ничего не буду им делать, вот тогда поймут, да? Но на самом деле люди и до этого ничего не понимают, да? Потому что когда ты начинаешь делать добро, они начинают воспринимать, и когда ты делаешь регулярно, что ты как бы и должен делать добро, правильно? Вот, как бы твое добро они воспринимают как необходимую обязанность твою, а свое как вот, ну, как какой-то бонус, который не всем достается. Вот, и вот этот порой приводит к такому, что ты так сильно начинаешь огорчаться на людей. И вот, посмотрите, в этом же Евангелии, в этом же Евангелии, в шестой главе, а поскольку эта истина чрезвычайно важна, Иисус опять говорит об этом, да? Он не раз эту истину повторял. Вот, и вот шестая глава, 32 стих, смотрите, Евангелие от Луки, шестая глава, 32 стих. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?» Вот, у тебя есть люди, которые тебя не любят? Есть такие? Ну, вспомни, есть кто-нибудь такой? Некоторые сильно машут руками, а некоторые так сидят. Ну, не знаю, у меня много людей, которые почему-то не любят меня, я не знаю, в чем проблема в них, не знаю. Ну, не любят они, да? Так вот, если ты любишь только любящего тебя, то какая благодарность? То есть ты должен любить и тех, кто тебя не любит, ибо и грешники любят, любящих их любят. «И если делаете добро тем, которые вам делают добро», то есть ты знаешь, да, уже как бы опытом научился, вот если я этому брату сделаю добро тому, и он еще той сестре, они правильно поймут и адекватно вас дадут. А если я сделаю этому, этому, они вообще ничего не поймут и еще обидятся даже на меня, что мало им сделал, да? Так вот, Иисус говорит, если делаете добро только тем, кто тебе делает добро, какая вам? То есть это хорошо, но в чем тогда смысл нашей веры? Какая благодарность? Ибо и грешники тоже делают. «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность?» Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же, да? И есть такое правило, которое, помню, в свое время научился, что очень важно, когда у тебя кто-то просит и взаймы даже, да? То ты должен давать именно столько, именно такую сумму, с которой ты можешь распрощаться, если тебе не вернуть. Вот некоторые не понимают, да? Не понимают. И особенно, ну, есть же всегда аферисты, и, к сожалению, эти аферисты нередко в церкви проникают, потому что они знают эти места из Библии, они, может быть, Библию плохо знают, а вот эти места они отлично знают, да? «Просящему тебя дай», вот это их любимое местописание, да? Вот, и они это писание, это единственное местописание, которое они регулярно исполняют, они постоянно просят, вот, просят, просят там взаймы, какие-то там пирамиды финансовые, какие-то там проекты сногсшибательные, что у тебя там прибыль какая-то будет, ну, просто невероятная прибыль, да? Вот, и верующие дают им деньги, и дают им деньги. А потом прибегают, говорят, пастор, я вот тут давал деньги, а мне не возвращают, мне не возвращают. Смотрите, ты можешь, и ты должен столько давать, сколько ты можешь не получить обратно. Один мне сказал, я не могу жить дальше, я все отдал. Зачем же ты тогда это дал? Дал, ты можешь давать только столько, сколько... Сколько готов вынести, если тебе не вернут, вот так вот? Ты скажешь, пастор, тогда вообще никому ничего не дам. Ну, у каждого своя мера веры, правильно же? И вот 35 стих. Но вы, посмотрите, любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ, и к неблагодарным и злым. Опять-таки, я не хочу оправдывать неблагодарность людей или злость людей. Это то, с чем каждый человек должен работать. Я говорю лишь о том, что мы нередко в своей жизни будем сталкиваться, и сталкиваемся уже с неблагодарными людьми, с людьми, которым чем больше даешь, тем больше они на тебя обижаются. Такие тоже люди. Чем больше ты для них делаешь, тем больше они к тебе претензий предъявляют. Так вот, Иисус здесь показывает, что наша цель не просто стать хорошими людьми. Он говорит, что и грешники так делают, и грешники порой так поступают. Наша цель не стать просто хорошими людьми. Наша цель быть сынами Всевышнего Бога. Наша цель, чтобы его характер воплотился в нас. А мы знаем, что наш Господь является даятелем. Самый, может быть, известнейший стих Евангелия звучит так. Ибо так возлюбил Господь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь Божья, она проявляется в тем, что Он дает. Он благословляет. Иисус взял на Себя грехи и проклятия всего мира. Иисус пострадал за каждого человека. Взял на Себя наше с вами осуждение. Но, конечно же, Он отлично понимал, что далеко не все будут за это Ему благодарны. Сколько сегодня людей, которые там пишут про Иисуса, пасквили. Сколько сегодня людей, которые издеваются над Христом, над христианством. Я, как это даже наткнулся на одну передачу, где пытались высмеивать, что там Иисус какие-то странные вещи делал. Сколько таких людей? Да, огромное количество. Но остановило ли это людей? Или разочаровало ли это Иисуса Христа? Да, конечно же, не разочаровало. Если бы Он знал, что так отнесутся к Его жертве, что многие люди не примут, пошел бы Он на это? Да, конечно, пошел. Потому что это Его божественная природа. Быть даятелем. Быть даятелем. Божественная природа. Когда люди радуются тому, что они получили. И когда ты там кому-то что-то даешь, ну, не ожидая какой-то там великой благодарности, часто ты ничего не получишь. Иисус знал это не просто теоретически, Он проживал это. Когда ходил, и все, что Он делал, это исцелял людей, учил людей, благословлял людей, воскрешал мертвых. Все, что Он делал, все эти три года своего служения, несмотря на свою человеческую, потому что Он же не только Сыном Божьим был, Он еще был Сыном Человеческим, несмотря на свою человеческую усталость, Он же изнемогал, да? Читаем места в Библии, где Он исцелял, да? И ходил, там толпы людей, и Он исцелял, исцелял, исцелял. Целый день, вот целый день. Когда я вот вчера был у нас в здании, и столько людей здесь было, и там пасторы приехали, и там из разных городов, мы там общались. Вот и с утра, и, ну, где-то вот после обеда я уже уехал. Я не был, как бы, целый день, где-то после обеда уже уехал, но вот само в стечении людей, разговоры, а, Виктор, там, вот настолько бывает, ты устаешь, там, с кем-то поговоришь, на чей-то вопрос ответишь, там, за кого-то помолишься, да? Ты чисто даже не просто физически, психологически устаешь. Я вот, я приехал домой, и мне вот, Диана говорит, что там ты, что с тобой? Я просто вот устал, целый день сегодня там был, общался просто, устал уже даже, и слова у меня во рту даже закончились, уже нету слов. Вот, и хочется просто там посидеть, чтобы тебя посадили где-нибудь в уголке, не трогал никто, чтобы ты сидел просто, улыбался и созерцал происходящее. Вот, вот, и я могу представить, что Иисус, потому что Его тысячи людей окружало, и всем, что там от Него было надо, кому-то исцеление, кому-то, кому-то благословение, кому-то там ответ на вопрос, за кого-то нужно было помолиться, кого-то нужно было исцелить. И вот он постоянно в этом находился, да? И вот я читал в Евангелии, написано, и вот вечер наступил. Я знаю, что вечером хочется просто расслабиться, побыть в тишине, попасть одному. А там написано в Евангелии, и вечером привели к Нему одержимых. И я думаю, Господи, вот после такого дня полного учения, исцеления, там, чудес, вечером хочется расслабиться, и к тебе одержимых приводят еще, да? Не самая лучшая компания для расслабления, сами понимаете, да? И он за них начал молиться, и начал изгонять бесов. И вот в таком ритме он жил, да? В таком ритме он находился из года в год. И когда его повели уже на крест, когда ходили ему терновы в венец, люди, да, те, которые переживали от него благословение, наставление, исцеление, в ответ смотрели и издевались над ним, да? Когда он висел на Голгофском, в кресте кричали, ну что, другим помогал? Они же помнили, что он помогал другим. Ну теперь как бы, да? Другим помогал, теперь другие тебе помогут. Нет, другим помогал, а теперь сам помоги себе. И тогда уверуем в тебя. И вы знаете, если бы, если вот тут вот говорить о справедливости, если бы он там с Голгофского креста вот проклял вот эту неблагодарную, злую, агрессивную толпу, то он по-человечески был бы прав. Ну, в ответ на все его благодеяния, что же он получил? Да ничего не получил. Только насмешки. Только издевательство получил. Но Иисус Христос на Голгофском кресте, несмотря на то, что помимо издевательства, боль, да, и физическая боль, внутренняя боль, да, все равно он смотрел и говорил, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Даже в этой ситуации он оправдывал этих людей. Они не понимают. Они не со злобой, просто не соображают, что делают. Не понимают, не понимают, что говорят. Если бы Христос ориентировался на адекватную благодарность, на воздаяние, то он никогда бы не совершил своей миссии. Когда ученики, с которыми он тоже находился из месяца в месяц, которые все время были вместе с ним, они в конце концов его оставили, вот у него было 70 учеников, все оставили, осталось только 12. Осталось 12. А те ушли, потому что им что-то не понравилось. Вот что-то было не так. Вот бывает так, вот знаете, из месяца в месяц, из года в год, вот что-то делаешь для людей, делаешь, 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 делаешь. Потом вдруг им что-то не понравится. Какая-то вещь не понравится. Там проповедь какая-то не понравится. Или что-то в церкви не понравится. Или в некотором вывеске там не понравится, как написано. И еще что-то не понравится. И все. Они словно забывают о том, что ты делал для них. и недовольны. У них все сразу в черном свете. Это так нас ранит. Мы такими становимся разочарованными. И ты думаешь, Господи, ну какой же выход из этой ситуации? Ну неблагодарные люди. Что ты поделаешь? Господь показывает. Есть один только выход. Быть Сыном Всевышнего Бога. А Бог, Он даятель. Поэтому и говорится в Новом Завете блажение, что? Давать. Потому что таким образом ты проявляешь именно божественную природу. Природу даяния. Бог даятель. Бог даятель. Я в своей жизни научился одной важной вещи. Знаете, очень легко быть истощенным. И у меня не раз были проблемы истощенности. Потому что, знаете, так вот незаметно бывает, ты переключаешь акцент с Бога на себя. С Бога на себя. И это всегда есть. Поэтому Господь говорит, бодрствуйте. Сколько бы ты ни был веры, каким бы ты служением ни занимался, ты всегда должен бодрствовать. Потому что своей силой, своим человеческим потенциалом ты не сможешь исполнить Слово Божие. Потому что потенциал твоего добра, твоей хорошей, даже за тебя она такая хорошая, добрая душа, все равно это ограничено. И людям всегда будет недостаточно. Они приходят, и ты даешь. Они приходят, и ты даешь. И потом уже у тебя ничего не осталось. И ты ожидаешь, что они сейчас придут и наполнят тебя. А они приходят, и еще просят. И ты уже истощенный. У тебя уже там внутри никаких нет ресурсов. Ты в разочаровании. Думаешь, да что такое? И в церковь пришел, и тут то же самое. Всем только дай, дай, да подай, да помоги, да еще что-то сделай. А никто обо мне бедным, несчастным не думает, не заботится. И ты начинаешь огорчаться. Потому что твой ресурс, он ограниченный. И выход только один. Тебе необходимо быть подключенным к нему, к всемогущему Богу, чтобы не ты сам. Он через тебя начинал действовать. Он через тебя начинал благословлять, начинал давать. А его потенциал безграничный, потому что он безграничный. Он делает невероятные вещи. И когда ты с Ним в единении находишься, тогда вот Его любовь, Его сила, Его благословение, они через тебя идут к людям, и ты не ожидаешь. Ты отлично понимаешь, а что люди могут воздать тебе за то, что Бог делает. Да ничего. Чем бы мы могли с Господом-то расплатиться? Ничего, ничем. А когда Бог действует через тебя, ты являешься даятелем. И именно благодаря вот этому единению с Небесным Отцом, а Иисус постоянно подчеркивал, что видящий Меня не просто Меня видит, Отца видит. Слышащий Меня не просто Отца, не просто Меня слышит, Он слышит Отца Небесного. Я слышу, что Отец говорит и просто, просто людям передаю. Вот это единение, удивительная гармония между Сыном и Небесным Отцом. Мы с вами, драгоценные, точно так же являемся детьми Божьими. Чтобы быть, как вот здесь написано, благословенными детьми, детьми Всевышнего, мы должны вот ходить в этом гармонии с Господом. Тогда Он может действовать через нас и тогда ты будешь сам удивляться. Сколько раз, знаете, я замечал, я просто, вот бывает иногда сижу, Господи, я столько, столько уже проповедовал на всевозможные темы, уже о чем говорить, уже не знаю, бывает больше, уже все, казалось бы, что мог и что не мог, все рассказал. Просто сидишь перед Господом и Бог наполняет тебя каким-то простым словом и говорит, вот это все сейчас скажи. Бог же, я на эту тему говорил миллион раз. Бог говорит, вот это сейчас скажи. И ты выходишь на сцену, начинаешь говорить, а потом люди говорят, пастор, спасибо, вот это то, что я ждал годами и они благодарят тебя. И я отлично понимаю, что в действительности здесь моя заслуга была только в том, что я был смирен пред Господом, потому что это не моя сила и не мой потенциал, а Он действовал через меня. И вы знаете, вот в этом разница, когда Он действует через тебя, какая может быть благодарность? Ну, только у людей Господу и может быть благодарность. А когда вот ты начинаешь действовать из своей силы, то, во-первых, твоя сила очень ограничена, какой бы ты там ни был умный и образованный, все равно твое знание ограничено. А самое главное, когда ты действуешь из своего потенциала, ты всегда внимательно следишь, чем тебе люди воздают, что они делают в ответ. И когда ты видишь некое неравновесие, ты даешь им намного больше, чем они воздают тебе, ты начинаешь злиться, ты начинаешь раздражаться, ты начинаешь быть очень-очень недовольным человеком. И доходит даже до того, что люди не просто уже считают, что люди им мало дают, но уже и Бог им тоже не угождает. Когда человек говорит, Господи, я тебе столько служу, я там лидер домашней группы, там свою квартиру уже полтора месяца предоставил для собрания домашней группы, а у меня как были кредиты, так остаются кредиты. Почему, Господи, я для тебя все делаю, я для тебя стараюсь, а ты так мало делаешь, так мало делаешь для меня. Я вот там в хоре пою каждое воскресенье на полчаса раньше прихожу в церковь или на час прихожу, уже полмесяца как прихожу пораньше, а у меня вот ребенок заболел, я ради тебя тут иду, свет, заря, прям сюда в церковь к десяти, а ты ничего для меня такого особенного не делаешь, Господи, как-то у нас с тобой непонятны какие-то отношения, и это всегда приводит к тому, что человек и в Боге разочаровывается, и в вере разочаровывается, либо в какие-то другие религии уходит, либо там вообще в атеизм уходит, потому что наше греховное плод всегда считает, что мы не получаем того, что заслуживаем, нам не дают вот в соответствии с тем благом, которое мы производим в этом мире, и вот это огорчение, раздражение, какие могут быть взаимоотношения, какие, и вы знаете, и поэтому есть важнейшая истина, вот о ней пишет апостол Павел, послание к Колосинам, третья глава, двадцать третий, двадцать третий стих, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Я сказал вначале, что вот эти простые библейские истины, простые для понимания, являются одними из самых сложных для исполнения, потому что, вы знаете, можно сто раз читать и перечитывать эти слова. Толку не будет, если они однажды не станут откровением для тебя, для твоего сердца. Когда ты понимаешь, вот хочешь быть счастливым человеком, хочешь быть в гармонии, не хочешь мучиться от многих проблем, тогда твои дела должны быть как для Господа. Когда ты делаешь для людей, ты делаешь для Господа. Все, что ты совершаешь, совершаешь для Господа. Я отлично понимаю, вот я служу сейчас здесь, если я буду ожидать, вот я служу, и мои близкие люди, мои супруга, они знают, что я очень честно стараюсь в своем служении быть очень честным, в финансах церковных очень честным, да, я даже более того скажу, что я бываю там чувствую себя аскетичным, аскетичным, думаю, все для людей, все для людей. Одно из вещей, которые пасторы, вчера приехали пятидесятнические пасторы, вот, и в моем кабинете сделали стол, чтобы они общались, и пасторы приехали с разных регионов, никогда не были в нашем здании, не были у меня в кабинете, пришли в кабинет, и знаете, что они сказали, вот Лена слышала, вот ихний пастор, Виктор говорит, мы все думали, что у такого известного пастора, как ты, должен быть какой-то потрясающий кабинет, просто с накшимателем, но они говорили же так, а ты не просто просто все сделал, а аскетично, они ожидают, что вот, что я должен, вот так у меня все, вот так, они говорят, аскетично, ты нас, Виктор, удивил, а я думаю, Господи, а как я себе сделаю кабинет, когда мы сейчас собираем всей церковью, но это смешно, когда люди отдают последнего, а я тут себе кабинет выстроил, я не против красивого кабинета, но сейчас не время для этого, понимаете, да, но проблема это в том, что иногда бывает мысль, у меня, люди в церкви должны оценить, какой у них пастор, жертвенный, вот о себе не думают, вообще, аскетичный, в глазах других, вот приехали из региона, у них покруче бывает кабинеты, чем у меня, и пастор, там в церкви небольшие, такие кабинеты, у тебя, я ожидаю, что меня будут очень уважать в церкви, и потом вдруг слышишь разговор, там где-нибудь, а наш пастор-то, он, наверное, там часть пожертвований себе забирает, ты думаешь, Господи, они не только неблагодарны, они вон как поступают, в ответ на мое добро, на мою аскезу, они вон как обвиняют меня, и вот вы знаете, я вам скажу, невозможно остаться в служении Господу, имея такое мышление, я бы сто раз уже бросил все, когда мы порой со служителями много лет жили на маленькие зарплаты, потому что все деньги шли у нас на приобретение этого здания, а некоторые люди говорили, а что-то там, наверное, столько лет собираем, до сих пор ничего не купили, наверное, там подворовывают служителей, да, ты думаешь, вы чего, мы тут, знаете, по силам и сверх сил стараемся все сделать, по-честному, а в ответ такое получаем, так нет же, не будем теперь ничего давать, не будем такими, да, так легко это сделать, но выход только один, понимаете, когда ты смотришь на то, какой ты хороший, какой ты добрый, прям, какой ты аскетичный, а люди такие злые, неблагодарные, сплетники, ну как можно людям служить, ты их не любишь, ты их презираешь, а это уже не служение, и выход только один, когда мы смотрим на Христа, да все, что ты можешь сделать, ничто, в сравнении с тем, что Христос сделал для нас с тобой, однако, сколько недовольств, сколько претензий, к нему люди сегодня предъявляют, но он не руководствуется нашей благодарностью, или нашей похвалой, или нашими претензиями, он это делает, потому что он Сын Бога Всевышнего, а Бог даятель, он посылает солнце на праведных и неправедных, он дает дождь и праведникам, и грешникам, правда же? Когда мы с вами являемся сыновьями Всевышнего Бога, когда мы соединяемся с Ним, тогда вот Его жизнь, Его благо, они текут через нас просто, и мы не зависим от их реакции, от их благодарности или неблагодарности, мы зависим от Бога. Сколько раз мы такое переживали, там в нашей семье, вот у нас будут темы, у нас же сейчас проходит школа семьи по четвергам, вот, уже два четверга было, у нас на прошлый четверг учил Оскар о взгляде Ветхого Завета на семью и Нового Завета на семью. Следующий у нас будет четверг, Миша, у нас какая тема будет? Наверное, про мотивы, да? Да, про мотивы, правильные и неправильные мотивы вступления в брак, поэтому особенно молодежи, всем быть строго, строго обязательно вам нужно быть, вот, будем об этом говорить, вот, ну, не только у нас, у нас не только молодежь женится, у нас недавно, вот, самая, наверное, говорливая сестра нашей церкви вышла замуж, да? Вот, у нас любого возраста люди женятся и выходят замуж, вот, поэтому драгоценные, и одна из будет тем, вот, думаю, Диана будет вести, все сейчас думают, какая самая говорливая сестра, что ли, или все? Одну из тем Диана будет вести, о взрослеющих детях, потому что мы, конечно, прошли этот период, он был непростой, период, да, когда ты ожидаешь, что вот твой ребенок, который вот ты вот вырастил, вот, вот с такусенького, вот, возраста, да, вот с такусенького размерчика, это он вырос, и ты вкладывал в него, и ты любил, и ты не просто его любил, а любил по всем правилам всех христианских книг, там, все прочитал, как надо его воспитывать, как надо наказывать его правильно, все, все делал правильно, вот, и вот вложил в него свою душу, да, а потом он входит в подростковый период, и платит тебе за твое смиренное, доброе сердце, черной неблагодарностью, переживали такое, да, и вот, и когда вот ты это видишь, ты думаешь, надо вот было, наверное, его вот, вот не так, как я относился по-хорошему, а вот, ну, вы знаете, драгоценное, никогда не бывает так, что наше добро и наша любовь оказываются тщетны, бывает, мы за это не получаем какой-то благодарности, а, когда мы это делаем для Господа, напрасно мне бывает, я помню, когда наша старшая дочь, уже будучи замужней, уехала, она сейчас живет в другом городе, в Петербурге, да, и как-то она приехала домой, на время, прилетела из Петербурга, вот, и там наши младшие дети как-то так себя вели, что-то такое, и моя старшая сидит и говорит, пап, я вот смотрю на них и вспоминаю, какая же я сама была глупая, как я, говорит, вас не ценила, как я не была благода, вот как они говорят, пап, ты даже ничего им не говори, они ничего не поймут, я тоже ничего не понимал, но пройдет время, я понимаю, что для меня значилась семья и вы, я просто видела Бога в нашем доме, видела Бога в нашей семье, она говорит, я сейчас общаюсь в университете, где она учится, в Петербурге, с моими сверстниками, и они мне рассказывают про свои семьи, я, говорит, только сейчас понимаю, вот, что это было, говорит, что это было, поэтому, поэтому, говорит, пап, продолжайте, говорит, любить, они сейчас ничего не поймут, ей 20 лет, она уже что-то знает, они, говорит, сейчас ничего не поймут, потом дойдет до них, она сказала, вот, знаешь, я сижу, у меня прямо, думаю, слезы на глазах, думаю, слава Богу, а все оказалось не напрасно, я вдруг понял, но вы поймите, даже если ваш ребенок и не скажет таких слов, это все равно не напрасно, это все равно не напрасно, никогда твое добро, твоя любовь, которую ты даешь людям, она не бывает напрасной, она может быть принята с неблагодатом, да, такое очень часто бывает, но напрасно быть не может, напрасно быть не может, потому что, когда я выхожу сюда, чтобы служить, я должен видеть вас, Христа, и делать, как для Христа, понимаете, как для Христа, когда, например, вот, вот даже я рассказал, что вот за два дня отказали в аренде, и мы открыли свои двери, там, поотменяли тут мероприятия, наши там, всякие спортивные мероприятия поотменили здесь, в церкви, вот, сестры привыкли заниматься в субботу по утрам, тут раз ничего не было, да, и кажется, вот братья должны ценить, на какую жертву мы пошли для них, как вот мы прям послужили им, и у тебя сразу возникает в их сторону ожидание, благодарности, я тебе гарантирую, они обязательно как-нибудь поступят, что мы посчитаем, что это неблагодарность, обязательно так сделают, чтобы ты увидел, ты для кого делаешь, для Христа, или для людей, чтобы они воздали тебе, понимаете, да, поэтому, драгоценные мои, суть любви именно в даянии, даяние, которое не ожидает ничего, даяние, потому что, вот, оно по натуре такое, оно потому что создано, чтобы давать, вот Бог наш даятель, Он создал тебя, по своему образу и подобию, ты можешь быть полноценно счастлив, только если в твоей жизни есть вот этот постоянный, независимый от реакции, поток даяния, поток даяния, я еще раз прочитаю, это место из Библии, а потом мы будем молиться, и все, что делаете, не просто что-то, да, колоссийном 3,23, все, вот скажу честно, я стремлюсь уже многое делать, но чтобы быть полноценно счастливым, нужно все делать так, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, не просто для детей, как для Господа, а не для человеков, не просто для друзей, ты для Господа делаешь это, не для верующих просто, не для домашней группы, для Господа, для Господа, тогда ты никогда не будешь огорчен, не будешь разочарован, потому что ты делаешь, не ожидая что-то взамен, ты делаешь, потому что ты сын Божий, ты даятель, сын великого даятеля, ты творишь правду и милость, потому что ты сын Творца, ты любишь, независимо от реакции людей, потому что ты сын Бога, который есть любовь, и вот без этого невозможны настоящие гармоничные взаимоотношения без всяких претензий друг к другу. Сейчас, давайте закроем глаза и склоним головы. И сейчас подумай о тех людях, для которых вот ты что-то делал хорошее, старался, а в ответ не только не получил благодарности, а даже, может быть, на тебя обиделись или стали плохие вещи про тебя говорить. Ты сделал столько хорошего, сколько мог, а получил недовольство в ответ. и это тебя огорчило, а может быть, даже разочаровало или опустошило внутри. твое огорчение или даже обида это просто твоя неправильная реакция. Ты обиделся не потому, что люди неблагодарны, а потому, что ты обидчивый. Ты обиделся, потому что ты ожидаешь от людей. Ты ждешь признания. Ты обиделся, потому что у тебя плоть такая. Не сваливай на ближних, не сваливай на людей. Исцелиться от этого можно только осознав, что ты и есть настоящий даятель. Даятель, подобный твоему небесному отцу. Ты скажешь, пастор, я стараюсь говорить людям хорошие, добрые вещи, они мало ценят мои слова. Да, как видите вы, Господа, та же самая история была. Он говорил, а люди махали руками и восклицали, кто может это слышать. Даже 12 в последний в последний момент разбежались. Даже 12. Но остановило ли это Иисуса от того, чтобы давать, продолжать любить? Да нет же. потому что Он был соединен с Небесным Отцом. И Он давал, Он любил, и самое Его великие даяние это Голгофский крест, на который Он взошел ради нашего спасения. И точно так же мы, мы продолжаем идти, потому что мы соединены с Небесным Отцом. Мы продолжаем служить, потому что мы соединены с Небесным Отцом. мы продолжаем любить и делать лучшее. Как говорила мать Тереза, делайте людям лучшее, даже если им это будет недостаточно, но вы все равно продолжаете делать для них лучшее. Так важно, чтобы эта истина вошла в твою плоть и кровь, наполнила твое сердце. в этом есть исцеление для семьи, для отношений, для наших сердец, для наших душ. Аллилуйя. И теперь, драгоценные, представив этих людей, давайте будем их благословлять. Люди, которые, возможно, в ответ на наше добро обиделись или воздали нам злом, а мы все равно молимся, благословляем. Не потому, что мы такие хорошие, они такие плохие, а потому, что просто мы соединяемся со Христом, а Он хороший. Когда мы с Ним соединяемся, то Его благость и милость и всепрощающая любовь наполняют нас. Всемогущий Господь, мы благословляем людей, неважно, как они реагируют на наше добро, на нашу милость, мы все равно продолжаем благословлять. Никогда неблагодарность не остановит нас в любви. Неблагодарность не остановит нас в добрых делах. Неблагодарность от других не остановит нас в служении им и в служении Тебе, Господь. Мы служим и мы любим не из-за реакции на нашу любовь, а из-за единства с Тобой. Я молю, Господь, исцели сейчас сердца некоторых людей. Прямо сейчас. Давайте будем закрытыми глазами сейчас. Я просто чувствую, если у тебя внутри просто такая, знаете, хроническая обида может быть на детей или на внуков или на друзей, которые, как тебе кажется, воздали тебе злом на то добро, что ты делал. И из-за этого ты так огорчен, что внутри у тебя просто боль из-за этого. Если ты в таком состоянии, просто подними руки, хочу помолиться за тебя сейчас. Я вижу, просто поднимите перед Богом, будем закрытыми глазами. Всемогущий Господь, коснись сейчас всех людей, которые подняли руки. Я не знаю, что у них в жизни произошло, но я молю, мой Бог, коснись их сейчас и сли. Пускай их единство с тобой восстановится, потому что когда мы огорчаемся, мы теряем связь с тобой. Когда мы обижаемся, мы теряем связь с тобой. Я молю, мой Бог, покажи этим людям, что обида это просто наша неправильная реакция. Что бы люди ни делали, ни говорили, мы можем продолжать их любить и прощать и миловать при условии, что едины с тобой. Не дай нам заболеть обидой, а если кто-то заболел прямо сейчас, я молю, исцеление от обиды, исцеление от огорчения, исцеление, 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 Божьем. В нас Твоя любовь, Твоя любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Я молю, чтобы мы давали свободу для Твоей любви проявляться через нас, Господь. Твоя любовь не зависит от реакции. Ты все равно любишь. И я молю, чтобы мы точно так же любили, независимо от реакции людей, независимо от слов людей. Как бы люди не реагировали, мы продолжаем их любить, потому что в нас не просто наши ресурсы и возможности, но мы едины с Твоими ресурсами, которые бесконечные, безграничные. И пускай поток Твоей любви, который течет через нас, исселяет нас от всяких ожиданий завышенных, от всяких претензий, недовольства, да будем мы сынами и дочерями Всевышнего Бога. Халлилуйя! Халлилуйя! Я молю, мой Бог, чтобы эта великая простая истина вошла не просто в наше сознание, в наш разум, оно вошло в наше сердце, в наш дух, стало образом нашей жизни, вошло в каждую нашу клеточку. Когда эта истина входит в наш дух, душу и тело, тогда здоровье приходит в наш дух, душу и тело, исцеление приходит, всякая напряженность уходит, ожидание уходит, претензии уходит и приходит мир. Я молю, Господь, развязывайте узелки внутри нас, узелки обид, недовольств, огорчений, развязывай, пускай все эти напряжения уходят, все эти узелки развяжутся, свобода, свобода, оковы падут, выводи измученных нас свободу. претензии,